Кстати, подготовиться к вводу программы капремонта успели и далеко не все ТСЖ. Индивидуальные счета создали 290 владимирских товариществ из 400. У специалистов тоже есть немало вопросов по грядущему капитальному ремонту. Об этом мы поговорили с Игорем Михеевым. Он возглавляет Координационный совет ТСЖ Фрузенского района, а также входит в общественную организацию ЖКХ-контроль. Как выяснилось, с банками есть проблемы не только у тех, кто хочет оплатить без комиссии квитанцию за капремонт, но и у ТСЖ, которые создали отдельные счета для отчислений жителей. Они хотели бы сберечь накопление от инфляции, но сделать это непросто. Большинство банков предлагает смешные проценты. Один, полтора и то не сразу. Я вообще не понимаю эту систему, когда деньги, которые собрали люди, идут на счет, который меньше инфляции годовой. Мы же не можем, то есть деньги начнут просто исчезать. Это все понимают, но я, например, никак с этим согласиться не могу, но мы выбрали единственный банк, который хотя бы те же 4% дает. И главное, я считаю, что эти деньги должны сразу начать работать. Также непонятно, почему городские власти в этом году решили ремонтировать именно кровли, задается вопросом Игорь Михеев. Если крыша течет, никуда, конечно, не денешься. Только дойдут ли потом руки и деньги до всего остального? А вдруг срочно понадобилось менять проводку? На какие средства это делать, если следующий ремонт запланирован лет через 10? Лучше приводить дом в порядок комплексно, считает председатель ТСЖ. И сделать упор на инженерные сети. Если их модернизировать, люди потом значительно сэкономят на оплате тепла. Еще один вопрос, кто будет мониторить состояние домов? По закону это должна делать жилищная инспекция. Сергей Сергеевич Шахрай со своим штатом 25 человек справится с мониторингом 4 тысяч домов. Ну давайте, приведите мне этих девочек, которые не имеют ни образования, ни допуска к этим тепловым узлам. У них, по-моему, один специалист тепловик. Давайте проведем обследование всех домов, 4 тысяч в городе. Сколько ему надо? Каждый день по 10, это и то год. По мнению Игоря Михеева, взять инициативу в свои руки должны, наконец, советы домов. Они могли бы сами решить, что именно приводить в порядок в своем хозяйстве в первую очередь. А чиновники и те же соседние ТСЖ могли бы помочь в этом. Думаю, что необходимо заключить соглашение прямо с фондом капитального ремонта, собрать общественность, то есть представителей органов местного самоуправления и главные представители. Ведь все председатели ТСЖ – это люди, которые по 20-30 лет обслуживают свои собственные дома. Они все знают, они знают каждый гвоздь, где нужно вбить. И, наконец, непонятно, хватит ли в 33-м регионе специалистов, чтобы оценить качество ремонтных работ, если даже в документах фонда капремонта встречаются ошибки. И кто будет подписывать акт приемки? Я понимаю, у себя я буду, да, и я за это, за все отвечаю, и буду я это контролировать. А в остальных домах, где люди, они просто, они, 354-е постановление для них, это, ну, не знаю, то же самое, что там Маркс и Ленин, там, где-то они есть, но на самом деле никто, ну, нормальные люди, в принципе, не должны этим заниматься. Этим должны заниматься специалисты, это-то хоть понятно. А вот, судя по этой бумаге, которую я вам показал, их что-то там не просматривается. Тоже должны активизироваться сами жители и общественники, считает Игорь Михеев. Иначе собранные деньги не будут работать эффективно. Саму идею капремонта он называет правильно, и без серьезных денежных вливаний дома просто развалятся. Теперь главное, чтобы благие намерения на деле не превратились в свою противоположность, как у нас это часто бывает. Субтитры создавал DimaTorzok